И всем привет, сегодня с вами Накакон, и сегодня мы поговорим о победах, победах в World of Warships, о том что такое командная победа и о том что такое личная победа. Этот бой идеальный пример того, что такое личная победа. Здесь вы не увидите сверхвысоких цифр дамага, не увидите тут каких-то очень крутых шотов через всю карту. Это будет достаточно неплохой бой, но он по моим меркам считается идеалом того, как должен проходить бой. То есть этот бой, он идеален. Так вот, мы на линкоре Тирпиц, на карте Север, режим захвата, в общем режим доберунгов, 4 точки, и нам тут пишут, что надо захватить точку Б. Я пишу, что нет, лучше С. Почему С? Потому что если кто-то стоит на С захватывать из наших, то он просветит противников. Соответственно я смогу сделать пару результативных шотов. Но союзники не хотят идти на С, поэтому на С никто не идет. Мы идем на С, ну как, не совсем на С, мы идем поближе, чтобы мы могли доставать вражеские корабли. Вот, немножко о линкоре Тирпиц. Тирпиц, этот линкор идеален для того, чтобы охотиться на крейсеров. То есть он против линкоров достаточно плох. Проки в крейсеров, это самый лучший охотник на крейсеров, где, наверное. Несмотря на малый вес залпа, отличная баллистика. В принципе, точно здесь тоже неплохая. Ну вот, к примеру, Кутузов сейчас получит на 7000 хп не цитадель. Ну, нормально. То есть, как бы, тут обязательно выбивать именно сразу цитадель. Достаточно просто сделать результативный шот, чтобы был какой-то дамаг. Пока союзники берут базы, то есть бой идет по такому сценарию, что, в принципе, вот на этой карте особенно, если кто-то берет все базы, к примеру, да, враги или союзники, то это либо Турбо Слив, либо Турбо Победа. И тут, надо сказать, этот бой меня очень удивил, потому что до самого последнего момента мне казалось, что это будет Турбо Победа. Тут я решаю, что надо выстрелить по Миока, и на этом мои пострелушки закончатся. Я вижу, что в квадрате С4, С5 находятся линкоры. Два линкора, это Мексика и Нагата, и Кливланд. То есть, для меня это более приоритетные цели, чем здесь, потому что, смотрите, Тирпиц, по Тирпицу стреляет достаточно плохо, то есть, там надамажить его трудно. Мексика, Нагата, это такие достаточно, не то чтобы картонные, у них очень хорошо входит белый урон. То есть, мне выгодно стрелять по старым кораблям, то есть, старого типа кораблям, то есть, Мексика, Нагата, по крейсерам, но мне не стоит стрелять по, скажем так, более, как это выразиться, современным линкорам. Вот тот же Амаги, допустим, достаточно неприятная цель, мне как бы с ним возиться, ну, можно, я посчитал, что это мне очень разумно, и сделал правильно, потому что Тирпиц наш, который там с Кливландом, он в своем времени там склеит ласты. Вот, пожалуйста, цитадель по Кутузову. Вполне такой нормальный на 17 километров тут выстрел. Это не идеальный выстрел, это просто выстрел. То есть, кто-то пишет, что вот эта вот сложная стрельба, нет, это просто стрельба. В этом ничего такого сложного нет. Нам он сделать в ответ ничего не может. Тут я вижу, что наши союзники захватили все базы А, Б, С и Д. У врагов потерян один корабль, то есть, пока никто не умер, и казалось бы, что сейчас будет турбопобеда. То есть, обычно в таких случаях она и происходит. То есть, все базы захвачены, ну, соответственно, очки быстро тают. Тут я вижу Мексику. То есть, у меня задача, в принципе, вообще пристрельбенная терпится, не то, чтобы выбить цитадель, а то, чтобы постоянно стрелять. То есть, я стреляю, 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 и постоянно вот по чуть-чуть оно ковыряет. Иногда оно вылетает нормально, иногда оно не вылетает. Так сейчас, допустим, по Мексике я не пробил ее нормально. Но, это ничего страшного, у нас 25 секунд КД, мы передоезжаемся, мы стреляем снова. То есть, мы бьем по КД, это основной принцип. Стрельбы, вообще, ну, не только она терпится, на многих моих линкорах, так, я, в принципе, это по такому принципу играю. То есть, я просто бью по КД. У них уже потеряно два корабля, у нас один. То есть, все базы под нашим контролем. Я пишу в чат, не берите все точки, надо домашки немного. Я понял, что совершил ошибку. Я вот этот бой, почему считаю образцовым, потому что я здесь выиграл лично, но что будет в конце, вы увидите. То есть, для меня этот бой, это победа. То есть, как бы результат этого боя, он... Ну, не иде... Может быть, он не идеален по спал, там, по набитому урону какому-то, но он неплох, достаточно неплох. Для меня это победа. То есть, такой бой я считаю правильным. Потому что, смотрите, игра, где решает захват точек, а не дамаг. То есть, ценность командной победы, она очень низка. То есть, она... Ну... Сам... Как таковый минрейт, в моих глазах он ничего не стоит. Ну, да, ну, взяли базу, ну и вырули. Ну, что, это победа, что ли? Извините, мне такие победы не нужны. Здесь, кстати, не будет в этом бою каких-то цитаделей таких прям крутых. Но... Я еще раз говорю, это пример того, как терпится он стреливать дамаг. То есть, он стреливает дамаг не только цитаделями, как обычно. Многие считают, что надо... Вот, я на линкоре, я должен убить цитадели. Нет, это все не совсем так. Ты должен стрелять, попадать и дамажить. То есть, дамажить можно и белым уроном. Причем, плохо, кстати. Надо сказать, что белый урон у меня гораздо больше выходит, чем цитадели. Цитадели, это на терпится редкость. Тем более, что терпится, не может пробивать эффективно другие линкоры в цитадели. Крессера может. И, кстати, насчет ПВО. Момент яркий. Без четвертого перка на ПВО. Видите, это как бы НДП, да, там... Ну, конечно, раковый, но... ПВО сбивает плохо. То есть, важно терпится четвертый перк ПВО. Мне его нет. Но, торпеда не попадает по мне. И тут, собственно, остается подпитать Мексику. Вот сейчас будет пример шота хорошего. Десять тысяч белым уроном. То есть, это нормальный шот. Мексика поиграла. Тут, я думаю, что надо выстрелить футбуки. Но она меня, кстати, разведет. Она сейчас... Вот, смотрите, я затормозил. Я так думаю, сейчас ей дам. Она сейчас полный... Вот, она полный гад дает. Все. Да, тут как бы моя ошибка. Йорк поиграл. Не знаю, как он там в охоте был. Видимо, она гадает его. И тут я, обращая на команды, и вижу, что наша команда поиграла. Я не знаю, как они там слились. Ну, я так полагаю, терпится застрелил вместе с Амаги. Амаги, кстати, тоже умер. И... Собственно... Вот, пожалуйста. Кливленд пытался маневрировать. И прекрасно просто в него вошло. То есть, его маневр... Мне не важно, как он там пилится. Если он его пробью и попаду по ним. Вот, почти 100 ка урона есть. У меня 90 ка урона. То есть, я понимаю, что этот бой, вот сейчас в такой ситуации, он, скорее всего, будет плейгран. По-хорошему, надо разворачиваться. Надо убивать Друзова на цветочке. Надо разворачиваться, идти на Б. Убивать Ташкента там. По-хорошему. Но... Это все, скажем так, неважно. Потому что... Победа личная важнее, чем победа командная. То есть, что я хотел сказать, вообще хочу сказать таким боем. То, что здесь я проиграю. Да, тут будет поражение. Но! Мой урон, моя личная победа, она важнее. Вот. Это самое главное. До тех пор, пока существуют в игре вот эти вот 4 точки, А, Б, С и Д, ценность победы, именно винрейта, она будет... Ну, никакая, в принципе. То есть, я отношусь, скажем так, если у игрока будет 50%, да, но у него будет дамаг, скажем, хороший дамаг, и игрок 60%, которого не будет дамага. Вот этот игрок 50% в моих глазах лучше, чем игрок, который имеет... хороший дамаг, хороший винрейт. Фу-ты. Кливанс скрысился за остров, тут меня пытается бомбить. То есть, ПВО не спасает меня. Видите, ПВО от Индепенденс меня защитить не может. Кстати, Ташкент, это достаточно... Он не сыграет особой роли в этом бою, но он будет достаточно безумчен. Я так не с тобой его убить. Он потом будет, как крыса, кусать за хвост льва. Я тут заряжаю фугас, думаю, сейчас фугасами я ему дам. Но зря я зарядил фугас, потому что с ББ он, скорее всего, бы поиграл. Сейчас будет хорошее попадание, но... Хлоп, 2000 хб. Если ББшки, он бы лопнул, скорее всего. Надо было бы бомбить. Тут я немножко, конечно, скажем так. Он продолжает по мне подстреливать своих пукалок. Сейчас еще будет по нему один шот. О, 700 хп. Ну, понимаете, да? То есть, надо бить ББ. Ну, собственно, остается Рюджа. То есть, здесь о победе уже не идет речи. То есть, еще минут... Скажем так, минуты три назад еще можно было что-то сделать, в принципе, постараться. Но... Сейчас уже нет. Все. Мы проиграли. То есть, даже если я их всех перебью, у меня тупо кончатся очки. То есть, у них все четыре базы. Захватить не успею. Даже если... Ну, да. Я не успею догнать авианосицу, если я смогу убить все корабли. Что, в принципе, мне кажется, я бы смог сделать. Что, терпится там, скорее всего, покоться нормально. Тут Кривланд, как крыса, пытался меня тут что-то подамажить. Я понимаю, что сейчас он за остров закатится, но не успевает. Он за остров. Все. Кривланд готов. Я даже не пытаюсь идти на точку. А, я просто идти на Нагата. То есть, моя задача надо набить дамаг по Нагата. Надо сказать, что наш Рюджа оставил истребителя в этом месте. И, в принципе, это хорошо помогло. Этого я добиваю. А, он их повесил надо мной. Я только сейчас это заметил, что он их просто на мной повесил. Ну, тут как бы Индепендент, вряд ли, меня забьет. Поэтому я просто иду на Нагата, пытаясь набить. Кстати, вот еще один пример того, что Тирпиц это корабль не для борьбы с линкором. Смотрите. Идеальный выстрел. Прямо в борт. Все, типа. Точное попадание цитадели нет. То есть, белый урон. То есть, Тирпиц это для борьбы с квинтерами. Ну, подведем итог. Бой 132 касс среднего урона. Поражение. Личная победа. То есть, я в этом бою лично победил. Команда проиграла, но вражеский Тирпиц с 90 тысячами урона он он выиграл как бы по винрейту, но он проиграл свой личный бой. Вот, кстати, тут Ташкент нарисовался. Обидно пытается мне что-то подкрыть. Ну, на этом, собственно, бой заканчивается. На всем с вами я прощаюсь. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok